всем добрый день посмотрите какую красоту я сегодня испекла и поделюсь с вами сейчас рецептом этих прекрасных творожных сочней если у вас есть 30 минут свободного времени или у вас собираются прийти скоро гости смело начинайте весь рецепт пошагово сейчас мы с вами разберем от а и до я и в конце я вам разломлю покажу как он хрустит какой он нежный и сочный внутри так что смотрите и кому понравится вы знаете что делать всех жду на своем канале с удовольствием отвечу на все вопросы а теперь давайте смотреть как это прелесть готовы испечь такие шикарные румяные красивые и очень вкусные с очень творогом нам понадобится смотрите мука 400 грамм маргарин 160 грамм одно яйцо сметана две столовые ложки не с большой горкой сметана получается сейчас скажу сколько грамм сметана 40 грамм сахар 110 грамм это 7 ложек столовых соль щепотка сода щепотки 2 3 творог уже с сахаром я сделала по вкусу по своему 250 грамм творога но немного сахара там и так будем замешивать тесто сначала я смешаю яйцо сахар сюда же соду солью начинку пока уберем подальше сметанка сметанка суда это мы смешиваем как раз погасится сода со сметаной и немного сахара зайдет смешала соду все вот эти ингредиенты смешала просто смешала даже миксер не нужен сюда выкладываем уже можно ложку убрать она нам больше не понадобится выкладываем маргарин маргарин прям мягкий и муку муки 400 грамм как я уже говорила и сейчас замешаем тесто все это очень быстро делается миксер никакой не нужен конечно можно и миксером кому охота но я считаю он тут даже не нужен по-быстрому замесим тесто тесто получается песочная очень вкусная нежная если будете делать миксером тесто долго не нужно его делать иначе она затянется и будет потом нехорошие такое тесто делается быстро можно оставить в холодильнике его потом на минут 20 можно делать и сразу просто если она постоит немного в холодильнике как-то по получше будет форма что лепится так вот я смотрю маленечко на на муке я добавлю добавлять буду на глаз смотрите вот так взяла пригоршню просто и добавлю а получилось так знаете почему яйцо было большое там написано 80 грамм она примерно грамм 100 может 105 в нем было то есть она большое и сметана может чуть многовато напишу под видео рецепт точный чтобы делать прям по нему на глаз вот немножечко приходится корректировать но кто в принципе печет хотя бы немножко то это не страшно вот она уже почти готова сейчас вот эту муку немного соберем все потом разделим наде это получается на 10 сочни примерно с очень вот идет если кто будет взвешивать по 85 грамм тесто идет на 1 сочень и по 25 грамм идет начинки в каждой сочень вот смотрите вот такое тесто получилось сейчас нам надо разделить его на 10 частей делим на 10 частей примерно так вот это маленько смотрю маленько частичка меньше катаем такие колобочки смотрим чтобы ровненькие получились по размеру вот тут меньше немного вот это чуть больше прям чувствую сейчас быстренько сделаем тесто нежное получается вот так 10 штучек два четыре шесть восемь десять теперь берем скалочку что убирала то все можно конечно и руками но лучше скалкой про скалку я уже в одном видео говорила чтобы скалка у вас гладенькая была долговечная что к ней не прилипала лишний раз когда попадается на глаза когда вы что-то делаете маслом подсолнечном ее промазывайте чтоб она со временем прям тяжелее становилась и будет гладкая как шлифованная будем уже делать сочни так там видно такие вот примерно раскатываете овальчики сильно тонкие не надо их делать такие потому что если тонкие слишком сделайте вы их не сможете поднять с того во первых тоненькие не нужно их тоненькие просто делать лучше так вкуснятина получится как я люблю творожные вот такие вот сочни вкусные нежные потом можно и сахарной пудрой присыпать надо будет как-нибудь потом сделать сочни с вишней ну или с любой другой ягодой так раскатали не видно там просто вот так берете делаете вот такие и на лист можно начинку прям на все разложить слишком много даже не старайтесь делать начинки они вкусные так по себе сами и будет много начинки не слепится все это может вылезти в разные стороны вот тут примерно я делаю на 10 штучек вот так получится глаз-алмаз все четко вот тут сейчас мы не пробуем сюда чтобы все по-честному можно для красоты вилочкой вот здесь вот еще прищипнуть но когда будет запекаться оно поднимется и не видно будет этот рисунок все равно так что не стоит заморачиваться так кому охота сделайте творожочек тоже берите кому какой нравится лишь бы он не был жидким кто любит жирной кто не жирной кому какой нравится видите получается я вот так прижимаю и оно как такой подковкой прям вот на возвышении получается вот так аккуратненько когда раскатываете сильно тесто вот так в наглую не натягивайте оно по краям тогда лопается смазывать их ничем не надо вот будем делать если с лишней те да сверху яйцом мажутся не этот нет такой сочин ничем запекается и все ничем не смазанный ну вот видите быстренько как получается все практически в прямом эфире так все вот они 10 красавчиков листья просто смазала маслом хотите накройте пергаментом пергамент смажьте маслом и ставьте в печку можно как я так сделать у меня печь старая листы чуть-чуть помладше меня мне уже тоже лет не 15 не 20 так ставим выпекаться примерно 200 градусов минут на 10 15 у кого какая опять же печь может 20 смотрите немного чуть-чуть зарумянились и все их не нужно сильно румянуть потому что тесто песочное если прям вот как булочки зарумянивать чтобы они такие темненькие были то может сухое быть потом и сгореть все ставлю в печь встретимся когда уже будут готовы да забыла сказать печь предварительно вообще нужно накалить где-то градусов чтобы 180 примерно уже было и потом ставить но я ставлю сразу в холодную у меня моя печка приспособлена так там уже сами смотрите первый раз попробуйте накалить второй раз попробуйте не накалять что больше понравится короче опытным путем все делаем все встречаемся уже когда будут красавчики запеченные запекались 25 минут сейчас мы их посыпем сахарной пудрой кто хочет с ванилинчиком это можно сделать вот такая красота получается они немножечко увеличились в размерах кстати сахарную пудру я делала кто-то узнает вот такой аппарат это в советское время был куплен вот такой миксер туда внутрь прячется кофемолка в девяносто первом году выпущен до сих пор работает вот такие получились сочни сейчас мы их попробуем и так пробуем посмотрите какая прелесть тесто не толстое получилось хрустящая вкусная неимоверно всем советую очень вкусные они вот было тесто видели сколько не такой же большой кусочек получилось 10 вот таких вот хороших крупненьких шикарные сочный был у меня творог поэтому они внутри сочные прям получились смотрите творог сочный это просто прелесть песня кому понравилось пожалуйста оставайтесь со мной подписывайтесь ставьте лайки колокольчик нажмите чтобы не пропускать новые видео у меня не только готовка но и цветы орхидеи до скорых встреч всем пока пока пока